всем доброго дня сегодня будет видео про газон весьма трудоемкая процедура увидите какой объем масштаб значит перед посадкой газона я бы хотел немного рассказать об этапах каждый из этих этапов очень важен и без него такого результата не удастся достичь значит вот этот вот участок был посеян больше месяца назад этот квадрат уже три покоса было значит трава сама изумруд дачный ковер по моему называется точный газон я уже не помню состав 50 процентов райграсс 20 процентов овсяница красный 20 обтянется луговая 15 или 10 мятек луговой так до 10 процентов значит на всю эту территорию здесь наверно порядка 15 соток ушло где-то три пакета три с половиной по 20 кг сажал очень плотно то есть но проплешины все равно есть и объясню почему они появляются пугаться этого не стоит нормальный процесс нормальное явление значит подготовка почвы первый этап здесь вот на этом месте на самом деле чуток не росло вот на заднем плане видите деревья вот этот участок был полностью усеян этими деревьями здесь вообще как темный лес было воронья была куча мусора хлама то есть здесь чуток и при пахоте не вылезал не вылезала то есть здесь вообще неплохо на целина лет 20 на стоял деревья спилили вот там на заднем плане видно остаток по ней значит после этого здесь естественно росла сорная трава роста наверно как эти вот дальние пеньки ну с метр точно чертополох перемешку тут ну в основной массе чертополох перемешку с лопухами там со всякой прочей гадостью значит остался вот этот вот участок вчера его полностью перекопали весной и прошлом году не весной точнее осенью культиватором прошелся то есть вызвал трактор с дисками он тут несколько своих лопаток тоже потерял сломались об камне значит культиватор с одной стороны хорош с другой стороны он вот так вот плотный дерн мелкими комками оставляет и все весь этот мусор приходится уже граблями впоследствии собирать поэтому тут сами решайте если земля то есть не такая была плотная то есть никакая там не пахнет целина как моем случае более-менее там когда-то что-то два два три года назад на ней сажали то культиватор наверное имеет смысл вызывать плюс он еще различные растения типа вьюна ежевики вот прочих вещей которые с длинными корнями они здесь видны торчат то есть все это собрать нереально он их просто переносит с места на место и там на следующий год к весной примеру здесь просто будет везде ежевика либо этот плющ благополучно расцветать поэтому перекапывали все вручную то есть это самый тяжелый этап самый трудоемкий по объему просто занял нереальное количество времени вот это это от конечно кромешного подготавливать землю к посеву все остальные этапы они более-менее такие по времени нормальные то есть не так много сил отнимает значит здесь в этом месте у меня почву представляют вот такую смесь глины с черноземом здесь вообще была рытвина большая то есть копал когда фундамент к дому своему все трактор свозил вот в это место здесь перемешку получилось глины пополам и чернозем затем все это разровняли и трава благополучно растет на такой даже почве проблем в этом плане никаких нету можно сажать хоть на песок я думала тоже вырастет хоть на чернозем на черноземе растет точно так же по скорости как и на глине то есть трава очень устойчивы к почвенным всяким вещам в этом плане тоже проблем никаких нет что касается второго этапа значит второй этап это собственно сам посев сажать нужно не экономя не сыпать из мешка подряд то есть рассеивать равномерно стараться чтобы избежать тех же проплешин затем все это нужно граблями разровнять но сразу предупреждаю часть семян все равно останется лежать на земле птицы их не склевывают но по крайней мере такого не наблюдал в таком большом количестве то есть они не привлекают внимание абсолютно и нужно очень хорошо затрамбовать трамбовал я машины потому что вот у меня там бревно на заднем плане лежит его не видно тут угла широкий то есть трамбовка бревном не дает результат я сейчас просто покажу насколько важна трамбовка в этом случае вот это вот трава видно сразу по высоте она отличается в этом месте намного то есть на дальнем плане тоже участок засеян и буквально неделю назад так вот этот вот участок чуть позже засеян и то есть где-то уже полмесяца прошло больше полом полмесяца из-за плохой трамбовки очень плохой всход то есть земля пухлая рыхлая корешкам закрепиться негде вот она утрамбована участке трава восходит на пятый день абсолютно засекал разные почвенные составы одинаковый полив разная трамбовка дает разное время всходов поэтому на это тоже нужно обращать большое внимание лучше трамбовать машины если есть возможность широкими естественно покрышками сдувался до одной атмосферы потому что земля очень пушистым можно было легко застрять то есть вот этот последний участок был полностью утрамбован машины бревно не рекомендую валик слишком тяжелый то есть если есть возможность на больших площадях трамбуйте колесами своей машины естественно желательно широкими значит здесь предстоит посев последний участок и самое важное это полив потому что от полива зависит скорость роста травы ну к примеру вот этот газон я стриг наверно неделю назад до высоты 5-6 сантиметров то есть вот он практически в день при хорошем освещении при хорошем поливе он дает рост где-то от сантиметра до полтора в сутки растет в основном по ночам то есть утром выходит что-то еще как будто не косил ну вот такое впечатление возникает по наличию сорняков которые будут в любом случае здесь вот соседского участка он не то чтобы заброшены то есть это муниципальные тут особо желающих косить нету здесь растет все что попало то есть тот же дуванчик тот же чертополох семена всего получено виду отсутствие забора прилетает сюда всякая дрянь пытается прости я просто покажу крупным планом тот же чертополох как какие тут я забыл как это растение называется кошачьи глазки что ли вот такие плоские семена дает в детстве тоже баловались кушали но он пытается прорасти но видите на общую площадь то есть я индивидуально не ходил не выдергивал сорняки и проблем нету то есть с каждым укосом все это сокращается никто быстрее тут не пытается выжить вот какой-то там сиротский одуванчик вылез посреди поля сегодня буду тоже косить кашу два этапа потому что трава конкретно утра играться достаточно миссис ты очень сильно забивает деку даже если ставить на две ступеньки то есть вначале состригать по два сантиметра потом проходить еще по два сантиметра все равно дека все забивается сегодня попробую с баком собирать траву насколько быстро все это забьется не знаю посмотрим но у меня здесь есть шланги то есть можно промывать и деку в периодически собранного вот этого шлака то есть она по своей структуре трава настолько плотно и важно что не падает со стенок сама все и все время надо водой спать значит что касается полива полив я организовал таким способом то есть у меня 20 силиконовая труба идет от насоса то есть вода и поступает с расширительного бака из дома разбита на две ветки значит все упирается сечение трубы то есть больше трех опрыскиватели на одну ветку посадить не получится потому что вот эти пульсатор они сразу перестают сейчас и крупным планом подойду покажу сразу сразу же перестает идти импульс перестают вращаться значит у меня два вида опрыскиватели вот такой дождеватель то есть самый примитивный там дырочки просто как сито и под давлением вода распыляется для точечного полива идеальная вещь все он вверх поднимает воду она успевает немного потеплеть то есть не совсем холодный поток бьет и зонально небольшие участки можно вполне благополучно рожать значит основной упор сделан на ротационные или импульсные вот эти вот росители которые могут работать по больших секторам то есть такую площадь участка в принципе хватает четырех росители значит росители чем хороши такие импульсные они под своим импульсом под разными углами могут крутиться можно выставить зональный обстрел то есть установить ограничители он будет поливать только в определенном секторе налево там слева направо или наоборот ну и можно выставить длину полива то есть настроив там винт регулировочный то есть можно радиус либо увеличивать либо уменьшать значит на следующий год скорее всего кину пнд трубу 32 вот дома прям по всей длине участка потому что здесь планируется посадить еще садово-плодово деревья красиво такую олегу сделать и скорее всего запитываться уже буду от большой трубы потому что ну вот здесь фитинги которые быстроразъемные соединения которые установлены на сам шланг сечения там порядка 12 миллиметров она не дает просто большому количеству воды пройти непосредственно красителем шланг силиконовый раздувается он практически здесь сейчас процентов на 30 в объеме увеличился чем хорош шланг он не выскакивает очень плотно сидит на зажимных фитингах нет никаких хомутов перекинуть все шланги можно быстро очень сразу участка там с разных секторов участка как угодно но единственно придется разориться на эти сами фитинги на тройники на соединители наросители ну и на сам шланг который стоит тоже не дешево то есть бухты там 20 метров 20 диаметра стоит в районе тысячи рублей но все это я считаю стоит того чтобы получить вот такой вот шикарный вид вот что касается проплешин и части семян естественно семена они вот во время дождей таким вот образом стекает в небольшие ямки рыпина различные потом такими клочками просто этой семенам ничего не будет очень хорошо они сохраняются даже лежа на открытой поверхности ну все это прорастет никуда не денется ветром особо не сносится то есть силу иногда бывало приходилось и при сильных порывах ничего никуда не улетает особо то есть единственно неудобно конечно дозировать метишься в одно место слетается совершенно в другое а вот и хотел бы особо акцентировать внимание вот этих трех этапах обязательно прочистить всю землю даже вот прочь и на прочищенной земле вы видите тут плющ пытается здесь пролезть из каждое растение ищет место под солнцем желательно вычистить все очень хорошо нужно за трамбовать не экономить сеять обильно то есть равномерно стараться чтобы избежать проплешин вот эти проплешины примеру темные пятна это просто еще не проросли семена здесь требуется очень частый полив это тоже деньги тоже электричество но без этого вы не получите результат приемлемый устраивающий вас собственно на этом наверно и все по газону задавайте вопросы если что-то было непонятно на этом я с вами прощаюсь и всем пока